Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос, который вы задаёте. Переписывался с парнем с работы в Телеграм, он держал меня на расстоянии, было формальное общение. Он захотел, ответил, не захотел, не ответил. В один момент высказал этому парню большую часть своих мыслей. Сказал, что меня игнорируют, хотя сам общаются с другим. Сказал, что, наверное, это моя заслуга за искренность и доброту к нему. Сказал, что меня мотивировало, а теперь убил во мне все мотивации, у меня своя жизнь в лучшую сторону становится лучше. Просто написал ему сообщение, дождался пока он прочитает, стёр весь чат у себя у него. Удалился с Телеграма, но он написал мне в Скайпе. Сказал, что не пускают в свою жизнь людей, в своих намерениях не уверен. По его мнению, я пишу ему тонны своих страданий, общаюсь в странной манере, создаю и удаляю страницу. Видит себя как ребёнок, но он изначально мне не доверял. Изначально поставил границу общения. Его ответ я могу два-три дня не отвечать тебе, ты уж прости. Вот до чего дошёл. Я теперь все нездоровый, стараюсь упор его не видеть, и он так же делает, что не замечает меня. На душе мне так плохо, хочу написать ему и поговорить с ним. Да тогда я проявлю слабину. Тогда он может прямо спросить меня, нравится ли он мне. И что тогда? Сказать да? Тогда в скором времени на работе всё узнает. Сказать нет означает соврать. Неужели после правды он решит, что я хочу с ним сблизиться? А есть ли смысл? Смысл удовлетворять свою потребность, но не доставить при этом удовольствие другому человеку. Как по мне, это вызовет ещё большее непонимание и отвращение. Почему всё так сложно? Почему нельзя просто пройти и сказать человеку, что влюблён в него? Попросить не отталкивать, проводить времени вместе больше. Да, пусть не проявлять какие-то действия. Просто узнавать друг друга. Быть может это само бы прошло со временем, но нет, всё обычно развивается самым неприятным образом. Написать ему или нет? Я уже два раза удалялся из телеграма, я три дня зарегистрировался вновь, он наверное видит меня, но ничего не пишет. И я ему напишу. И даже если напишу, то что сказать? Я инициировал прекращение общения, предъявив свои претензии, а теперь возвращаюсь. Это подтверждает его слова, что я веду себя как ребёнок. То создаю странички, то удаляю. Но я просто боюсь его ответов. Прямо я ему не говорю, что влюблён. Говорю, что восхищаюсь и поражаюсь его талантом. Он реально крут, знает японский, английский, везде успевает и всюду. Мне до него далеко. Сегодня начали начать беседу, что сказать, как убрать этот барьер. Я сразу буду с ним говорить, не отговаривайте. Пожалуйста. Просто помогите правильно всё сделать, чтобы не поглядь ещё больше трески. Ну что ж. Если мы говорим непосредственно о том, с чего вам начать беседу, то я думаю, что вам необходимо центрироваться на том общем, что между вами есть. То есть я бы начал общение именно с того, что между вами общего есть. То есть я бы центрировался именно конкретно на том, что вас объединяет и что вас связывает. Потому что вот вы вроде бы и говорите, что вас восхищает его талантливость, вроде бы вы и говорите, что вас, ну, что вас привлекает его успешность, его продуктивность и так далее. Но, на мой взгляд, подобная позиция как-то не показывает того, что у вас на самом деле много общего. У вас недостаток, ну, точнее у вас есть проблема. Проблема эта заключается в коммуникации. То есть вам недостаточно коммуникации, вы недостаточно хорошо коммуницируете друг с другом. Почему? Потому что между вами, опять же, недостаточно много общего. Между вами недостаточно того, что вас могло бы объединять и связывать друг с другом. И вот это, на мой взгляд, является серьёзной проблемой. Поэтому, если вы хотите начинать беседу, то я бы опустил лирический момент на данный момент. Мне кажется, что это было бы совершенно неуместно. Мне кажется, что момент лирический, момент обсуждения чувств, момент обсуждения того, кто кому чего должен, является, ну, мягко говоря, не тем, что могло бы привести вас к какому-то более-менее удобоваримому результату. Потому что совершенно очевидно, что вы находитесь с человеком на разных уровнях восприятия. Хотите вы этого или нет. Если вы на самом деле хотите с человеком иметь контакт, если вы на самом деле хотите просто общаться, то нужно обеспечить то общее, что между вами может быть. Для этого необходимо продумать тему того, как мне кажется, что между вами реально общего. И если вы этого не сделаете, то я боюсь, что ваше общение изначально нацелено на право. То есть, отрицать того факта, что вы испытывали и испытываете определенные чувства по отношению к человеку не нужно. Если вы хотите за что-то извиниться, вы можете извиниться. Но повторюсь, даже если имеет место быть взаимность, даже если имеет место быть симпатия, она ничто без, так скажем, общего, что между вами может быть. Поэтому я особенно подчеркиваю вот этот момент. Именно поэтому я подчеркиваю особенно вот этот аспект, аспект того, что вам необходимо наладить коммуникацию. А коммуникация у вас изначально, судя по тому, что вы описываете, не была налажена. Мне кажется, что это ключевой момент. Поэтому подумайте, пожалуйста, об этом. Да, обговаривать вас никто не собирается. Далее, далее. Ваша некоторая, так скажем, истеричность или ваша некоторая такая поспешность, импульсивность, связана с тем, что вы не очень понимаете, чего хотите. С учетом общего настроения вашего письма, я предполагаю, что вы подошли к этим отношениям не с позиции человека, которому понравился другой человек, а вы подошли к этому с позиции того, что хотите решить некоторую свою проблему. Что это за проблема, мне сейчас, конечно, сказать сложно. Возможно, это проблема самооценки. Возможно, это еще какая-то проблема. Например, проблема уверенности в себе или проблема реализованности. Может быть, еще что-то, что сейчас на данный момент довольно сложно идентифицировать в полной мере. Но я хочу отдельно отметить, что проблема эта присутствует. То есть чувствуется, что вы пытаетесь решить какую-то свою проблему в этих отношениях. Возможно, это не первый ваш опыт неудач. Возможно, вы уже сталкивались с неудачами. Возможно, вы уже сталкивались, например, с проблемой, с проблемой невзаимности. Возможно, вы уже сталкивались с проблемой отвержения, возможно, вы уже сталкивались с чем-то еще. Сказать в полной мере, по крайней мере для меня сейчас, это невозможно. Я не могу сейчас вам сказать, в чем конкретно заключается трудность. Я думаю, что это было бы и неэтично по отношению к вам, но в отношения лучше вступать, не решая своих проблем, не решая каких-то своих трудностей. В отношения лучше вступать, на мой взгляд, будучи направленным на человека другого. То есть, будучи направленным на то, чтобы что-то для человека делать. Вы либо хотите что-то делать для человека, либо нет. Никто вам не запрещает делать что-то для себя через этого самого человека. В вашем же случае проглядывается такой аспект, что вы говорите, что удовлетворяет только свою потребность, если не удовлетворяет потребность другого человека, это как-то не есть хорошо. Я здесь с вами, наверное, не соглашусь, потому что в жизни не бывает все идеально. И очень часто бывает так, что потребности у людей все же разные. Это происходит из того, что у всех разные темпераменты, это происходит из того, что у всех разные потребности, это происходит из того, что у всех у нас есть, ну, скажем так, свои моменты связанные с опытом. И на все, на это нам необходимо, как мне кажется, обращать внимание. То есть, мы не можем на это не обращать свое внимание. Мы не можем это игнорировать никаким образом. Это невозможно. Поэтому, если вы будете забивать на себя, да, если вы будете игнорировать то, что вы хотите, если вы будете игнорировать то, что вам хочется, объясняя это себе тем, что, ну, вот, я, например, не буду этого делать, потому что другой человек не получит никакого, например, удовольствия от этого, да, допустим, вот, то далеко вы не уедете, не уедете, ведь вы демонстрируете нелюбовь к себе таким образом. Еще хочется сказать, что помимо того, что вам, ну, желательно учиться быть более внимательным, более внимательным к самому себе, помимо этого, мне хочется, хочется сказать, что вот эта ваша фраза о том, что вы, с одной стороны, восхищаетесь им, а, с другой стороны, говорите, что он убил во мне мотивацию менять свою жизнь в лучшую сторону и становиться лучше, говорит о том, что, с одной стороны, вы идеализируете, вы хотите быть как он, и, с другой стороны, у вас свои собственные мотивации что-то делать со своей жизнью, как будто бы и нет. Что это, как не проблема? Позвольте у вас спросить. Что это, как не проблема? Проблема, например, вашей самостоятельности, проблема, например, вашей, скажем так, потерянности. Вот. Поэтому этот момент нужно также, как мне кажется, скорректировать, чтобы у вас был как-то вот свой собственный вектор поведения. Вы сами знали, куда вы движетесь, куда вы идете по своей жизни. Это важно. Сейчас вы выглядите потерянным. Сейчас вы выглядите потерянным без своего собственного вектора и, конечно, вам весьма-весьма тяжело. Ну, кто бы спорил. А кому было бы в вашем случае легко. Поэтому это, конечно, запрос, как мне кажется, на психотерапию. Это запрос на индивидуальную работу с психологом, если вам это интересно. Я боюсь, что без подобной работы отношения вам будет выстраивать весьма и весьма сложно. Еще один важный момент заключается в том, где вы пишете. Почему нельзя просто пройти к человеку и сказать, что влюблен? Попросить не обталкивать и проводить больше времени. Это вопрос ожидания. Понимаете? Понимаете, какая штука? если вы сами себя обесцениваете, а вы себя обесцениваете, вы будете выбирать заведомо тех людей, которые нас обталкивают. Потому что необходимо подтверждение. Подтверждение того, что вы не ценны. Это работает к сожалению так. и здесь нужно работать как с отношением к себе, так и с вашими ожиданиями. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.